Здравствуйте! Меня зовут Милен. Сегодня я хотела бы поговорить об одном из методов, способствующих улучшению памяти. Все, что мы хотим запомнить, мы должны ассоциировать с уже хорошо знакомым. Я собираюсь рассказать, как систематизация и организация помогут вам запоминать так, как вы не делали ранее. В этом мне поможет мой ассистент Дарья. Я попрошу вас прослушать 12 слов и повторить их в точности так, как вы услышали. Пожалуйста. Книга, цветок, сигарета, очки. Ну, наверное, всё. Человеку с нетренированной памятью действительно трудно это сделать. Сейчас я расскажу, как сделать так, чтобы вы были в состоянии воспроизводить ряды слов. Для этого мы будем использовать метод ассоциации. Нужно представить себе нелепую картинку и связать одно слово с другим. Например, первый объект у нас книга, второй цветок. Представьте себе, как цветок читает книгу. Далее сигарета. Вы курите цветок вместо сигареты. Далее очки. Большая сигарета в очках. Ботинок. Вы носите очки вместо ботинок. Чемодан. Вы открываете чемодан и оттуда выпадают горы ботинок. Машина. Вы сидите за рулём огромного чемодана. Часы. На вашем столе стоит машина и вы смотрите по ней время. Бейсбольный мяч. Вы ударяете по часам вместо мяча. Ручка. Большая ручка играет в бейсбол. Галстук. Большая ручка надевает галстук. Корабль. Вы плывёте на гигантском галстуке вместо корабля. Хорошо. Мысленно представив каждый из образов, теперь попытаемся воссоздать их. Думая о книге, вы вспоминаете цветок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бейсбольный мяч. Ручка. Галстук. Корабль. Хорошо. Данную идею можно использовать для запоминания всего чего угодно в последовательности. Например, при запоминании речи можно связывать мысль за мыслью. Я рассказала вам об одном из множества мнемотехнических упражнений. Надеюсь, данная информация показалась вам интересной и вы сможете использовать её в повседневной жизни. Всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!